Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф! В этом видео мы поговорим о вулканах. Эти гигантские горы, способные вызвать грандиозные катаклизмы, всегда привлекали внимание людей. Но что произойдет, если все вулканы взорвутся одновременно? На этот вопрос мы сегодня попытаемся ответить. Такую картину даже представить страшно. Мощные выбросы пепла и газов, огромные столбы дыма, разрушительные потоки раскаленной лавы. Вулканический пепел заполонит небо, затмит солнце и поверхность Земли станет адски горячей. Но это только начало. Что будет дальше? Какие последствия ожидают нашу планету и человечество? Давайте отправимся в путешествие во времени и пространстве, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Готовы? Тогда пристегните ремни безопасности. Мы начинаем. Вулкан – это геологическое образование, возникающее в земной коре над каналами или трещинами. По нему из недр Земли извергается огненная жидкая лава, обломки раскаленных горных пород, пепел, горячие газы, пары. Другими словами, это отверстие в земной коре, через которое на поверхность могут выходить расплавленные породы. В общем понимании вулканом называют кунусовидную гору с несколько усеченной вершиной. На вершине такой горы находится чашеобразное углубление – кратер. При извержении из кратера вытекает горячая лава, которая поднимается из вулканического очага по жерлу – специальному каналу. Вулканический очаг представляет собой бассейн с магмой. Магма находится на глубине от 60 километров. Чем ближе к центру Земли, тем выше температура. Горные породы, которые находятся глубоко под землей, плавятся и превращаются в тягучее вещество – магму. Когда магмы становится много, она поднимается выше и собирается в вулканических очагах. При извержении магма теряет пар и газы превращаются в лаву. Раскаленная до 1000 градусов Цельсия лава может течь со скоростью несколько сотен километров в час, уничтожая все на своем пути. Извержение вулкана может длиться от нескольких часов до многих лет. Этот процесс относится к геологическим стихийным бедствиям, которые могут привести к введению режима чрезвычайной ситуации. Извержение вулканов становится причиной огромных разрушений, пожаров. Они уносят жизни людей, уничтожают окружающую среду. К тому же одновременно с извержением могут происходить землетрясения, внезапные наводнения, оползни и даже кислотные дожди. Тем не менее 80% поверхности нашей планеты имеют вулканическое происхождение. Но знаете ли вы, как именно происходит извержение? Большинство вулканов на Земле формируется вдоль границ тектонических плит Земли, которые непрерывно двигаются. Когда две плиты сталкиваются, одна может найти на другую. Часть плиты, которая оказалась снизу, постепенно погружается в и начинает плавиться, превращаясь в магму. Магма легче, чем окружающие породы, поэтому она медленно поднимается к поверхности и накапливается в так называемых магматических очагах, которые располагаются чаще всего вдоль линии столкновения плит. Она заполняет трещины под поверхностью Земли и все норовит вырваться на волю, словно дрожжевое тесто из-под крышки кастрюли. В самых слабых местах магма прорывает земную кору, вырывается на поверхность. Это и есть извержение вулкана. Сила взрыва вулкана бывает настолько мощной, что на месте горы после извержения остается огромная воронка. А если извержение продолжается длительное время, то прямо в этой впадине образуется новый вулкан. Однако бывает, что магме удается найти легкий выход на поверхность Земли. Тогда лава вытекает из вулканов вообще без взрывов, словно кипящее молоко, убежавшее через край кастрюли. Вулканическая активность всегда несет потенциальный риск и любопытство. По данным Геологической службы США, в мире насчитывается более тысячи потенциально активных вулканов, разбросанных по всей планете. Точное число активных вулканов ученые назвать не могут, так как связано это с тем, что периоды покоя отдельных вулканов достигают нескольких тысячелетий. Да, если у вулкана наблюдались извержения за последние 10 тысяч лет, то он считается активным. Кроме того, большое количество вулканических образований существует на дне морей и океанов. Основная часть действующих вулканов в настоящее время остается спокойной. Однако некоторые извергаются с поразительной регулярностью. Но таких вулканов не так много. Ежегодно на планете происходит извержение примерно 60 вулканов. Самыми активными среди них являются Сакурадзима в Японии, Мерапи в Индонезии, Килауэа на Гавайях и многие другие. А что если представить, что в один момент все существующие вулканы взорвались одновременно? Что будет тогда? И возможно ли вообще такое? Начнем с того, что одновременно извержение всех вулканов на Земле окажется фантастическим сценарием. Почему? Есть вполне логическое объяснение. Во-первых, вулканы распределены по всей поверхности Земли и расположены в разных геологических условиях. Во-вторых, вулканы находятся в различных стадиях активности, а само извержение обычно предшествует целому ряду признаков, таким как землетрясение, выбросы газов и пара, что дает время для предупреждения. Кроме того, как мы уже упоминали ранее, разные вулканы имеют различные типы извержений, от спокойных лавовых до взрывных. Логично, что и последствия были бы различными. Но все же, что если... Если что-то произойдет, и вулканы все же взорвутся все вместе? Апокалипсис? Да, это приведет к катастрофическим последствиям для нашей планеты и человечества. Даже если взорвутся только вулканы на суше, последствия вызовут линейный ряд изменений, которые будут гораздо страшнее ядерной зимы. Наибольшую опасность в любом извержении представляют вулканические пепел и газы. Люди, живущие поблизости от вулканов, погибнут моментально. Но это цветочки, ведь те, кто останутся, попадут в ад на Земле. Мир может попросту исчезнуть. Но давайте обо всем подробно и по порядку. Прежде всего хочу подчеркнуть, что не все извержения одинаковы. Можно разделить взрывы вулканов на два типа. Первые – эфузивные вулканы, выбрасывают потоки лавы и много газа. Вторые – эксплозивные – пепел и газ. Разница в активности зависит от вязкости магмы. Чем выше вязкость магмы, тем сложнее газу выбраться наружу, и тем более вероятен эксплозивный характер извержения. Как я уже упоминал, первыми пострадают люди, проживающие рядом с вулканами. Опасность будут представлять потоки магмы – быстрые и адские горячие реки горной породы, пепла и газа. От них невозможно убежать или спрятаться. Если при соприкосновении с магмой вы сразу же сгорите, то в случае с пеплом вы задохнетесь. Струи вулканического пепла распространяются на тысячи километров. Вдыхание пепла может вызвать огромные проблемы с легкими. Иммунная система людей может не справиться, что вызовет ряд вторичных заболеваний. Коммуникации не будут работать, пепел выведет из строя спутниковые тарелки и заблокирует радиоволны. Затем толстый слой вулканического пепла закроет солнечный свет, вся Земля окажется в темноте. Пепел может оказаться настолько густым, что словно стена затемнет небо и приведет к ухудшению видимости. Люди попросту не смогут передвигаться и пользоваться транспортом. Состояние здоровья как людей, так и животных критически ухудшится. Даже питьевая вода станет из-за пепла токсичной. К тому же полная темнота вызовет нарушение в фотосинтезе растений и, соответственно, неурожай и снижение температуры. Да, в случае активизации всех вулканов на Земле кардинально изменится климат. Вулканы обычно ассоциируются с жарой. Однако огромный объем газа и пепла, выброшенный в атмосферу, понизит температуру на всей планете. В один момент солнечные лучи не смогут достигнуть поверхности планеты, поэтому последует похолодание. Оксид серы, соединившись с водой, превратится в аэрозольные частицы, которые отразят солнечный свет обратно в космос. В течение полугода средняя температура на Земле снизится на 15 градусов, а кислотные дожди уничтожат земледелие и сельское хозяйство. Не исключено, что наступит ледниковый период. Нечто подобное уже пережили наши предки в 1815 году. Тогда извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава привело по разным оценкам к снижению температуры на 1-5 градусов Цельсия на год. Этот период в истории Земли получил название «Год без лета». Однако со временем произойдет обратный эффект. Пепел создаст своеобразную теплицу, где температура будет повышаться сама собой, вследствие увеличения концентрации СО2. Через сотни лет лед начнет потихоньку таять. Из-за большого количества углекислого газа со временем парниковый эффект значительно увеличится, сильно нагрев нашу планету. К тому же длительные вулканические извержения выбросят огромное количество расплавленной породы на поверхность, что вызовет дисбаланс массы. Из-за этого наша планета может перевернуться так же, как Марс, около 3,5 миллиардов лет назад. Так что не удивляйтесь, если Париж вдруг окажется на Северном полюсе. Какие шансы на выживание человечества? Практически нулевые. Также без солнечного света погибнут все растения, включая сельскохозяйственные культуры, которые кормят нас и животных. Но даже если бы урожай мог каким-то образом уцелеть без солнца, его бы в конечном счете уничтожили кислотные дожди. Что еще важно отметить, вулканический пепел – это крошечные частицы горных пород, которые очень тяжелые. Поэтому если большое его количество упадет на чью-то крышу, дом сразу же рухнет и люди окажутся под завалами. Попробуете убежать или уехать куда-то – тоже не выйдет. Горячие облака пепла расплавят двигатели автомобилей и попросту сожгут вас. Да и передвигаются они очень быстро. К тому же глубокие подводные вулканы превратят воду в кислотную жидкость и вся пищевая цепочка будет разрушена. Останется ли что-то живое на планете? Скорее всего выживут только экстремофилы. Живые существа, в том числе бактерии и микроорганизмы, способны жить и размножаться в особо суровых условиях окружающей среды. Изменение климата, радиация, взрывы вулканов – им все нипочем. Подобная живность может обитать в крайне кислотной среде, например, в горячих источниках Йеллоустоуна или в глубоководных отверстиях, которые надежно защищены от поверхностных разрушений. Еще как вариант, в живых останутся люди, которые спрячутся в подземных бункерах и космонавты на орбитальной станции. В общем, после взрыва всех вулканов позавидовать можно будет только мертвецам. На этом у нас все, друзья. Верите ли вы, что такая катастрофа с нашей планетой никогда не произойдет и нам не стоит этого опасаться? Делитесь с нами в комментариях.